В России вырос спрос на покупку оружия. Почему? Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Пожароопасный ремонт. Активисты ОНФ обнаружили, что при замене лифтов в Кирове подрядчик использует горючие материалы. Сольяниями, носками и грибами торговать на улице теперь нельзя. В областном законсобрании одобрили ограничения по торговле. Жарим по-новому. С 1 января изменяется правило для любителей готовить шашлыки на территории частных домов. Поездка с настроением по Кирову начал курсировать новогодний троллейбус. Женщине, которая сбила пешехода, грозит 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. 8 декабря около полудня на перекрестке улиц Воровского и Володарского. В Кирове 33-летняя женщина-водитель автомобиля Митсубиси сбила насмерть 20-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм девушка скончалась. По данным полиции, водитель Митсубиси на момент аварии была трезвой. Как пишут пользователи соцсетей, погибшая приехала в Киров из района области навестить маму в больнице. Еще одно смертельное ДТП произошло накануне в Яранске. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика наехал на 12-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенок погиб. В отношении водителя автомобиля Скания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Не стоит забывать о безопасности и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водитель вас видит, остановился и пропускает. Россияне скупают гражданское оружие в пандемию. Это заметили владельцы столичных оружейных магазинов. Они рассказали о резком подъеме продаж в этом году. Хозяин одной из торговых точек в Санкт-Петербурге Арсений Боткин считает, что ажиотаж связан с экономикой. Об этом пишет газета РУ. На рынке, по его словам, сократилось количество импортного оружия, поэтому покупатели скупают российское. К тому же оно стоит дешевле. Поддерживает позицию предпринимателя и депутат Государственной Думы Анатолий Выборный. Он считает, что причина еще и в пандемии, поскольку у многих граждан появилось чувство беспокойства и незащищенности. А что об этом думают кировщане, мы спросили у них. Может для самообороны, знаете, спокойно, когда есть. Вот как питание есть дома, это спокойно. И так же и тут. С Новым годом детям подарки покупают. Нет, оружие это настоящее. Да что вы. Мы не слыхали этого. Кому это нужно? Уже защиту покупают. Просто с теми беспорядками, которые показывают по телевизору, целью, наверное, защиты. Беспредел. Вообще не слышала об этом и нет вообще никакого мнения. Пожароопасный ремонт. В доме на Пугачево меняют лифты с нарушениями. По словам жильцов, в шахте конструкции подрядчик использует монтажную пену. Это горючий материал. Строительные нормы запрещают применять его для подобных работ. Прокомментировали в ОНФ. Выяснилось также, что это еще не все нарушения со стороны подрядчика. Ширина проема от шахты, лифта. После демонтажа старой конструкции гораздо больше дверей подъемника. Кроме того, капремонт здания должен был закончиться еще 18 октября. Однако сегодня на всех 10 этажах дома работы далеки от завершения. По всем выявленным нарушениям, активисты ОНФ планируют направить обращение в фонд капремонта, а также в Ростехнадзор. На данный момент все 10 этажей находятся в незаконченном состоянии. Штукатурка еще не выполнена. Отверстия после монтажа новых дверей большие. Есть подозрения, что скорее всего тоже будет использована пена, а не штукатурка. В связи с тем, что являюсь сам строителем, знаю, что технология может быть нарушена. Кировским бабушкам больше нельзя торговать на улицах города. Такой законопроект сегодня приняли областные депутаты. Штрафовать так называемых уличных продавцов предложили зампред Заксобрания Роман Титов и депутат Дмитрий Сергеев. В поправке говорится, что торговать продуктами и вещами запрещено с рук из машин, гаражей, на улицах, во дворах домов, в парках, скверах и других местах. Нарушителям грозит штраф. Для граждан от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч, для юрлиц от пяти до десяти тысяч рублей. Поддержали закон не все депутаты. Выступил против заместитель председателя Заксобрания Владимир Костин. Он считает, что бороться нужно не с бабушками на улицах. Шашлыки жарим только в поле. С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в правила приготовления пищи на открытом огне. Старые правила собраны воедино и есть нюансы. Если разжигать костер, делать это нужно в яме глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром не больше метра. Огонь должен быть на расстоянии от построек минимум 50 метров. До хвойных деревьев должно быть как минимум 100 метров, а до лиственных – 30 метров. В частном секторе мангал должен быть установлен в пяти метрах от строений. В радиусе двух метров от мангала не должно быть никаких веток, вещей, тряпок и мусора. Последних, кстати, с нового года тоже на участке сжигать нельзя. За нарушение вышеуказанных требований административным законодательством предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа, размеры которого для граждан составляют от 2 до 3 тысяч рублей. В случае же причинения чужому имуществу крупного материального ущерба – более 250 тысяч рублей – граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности. Поездка с праздничным настроением по Кирову начал курсировать новогодний троллейбус. Он единственный в городе и ездит по маршруту номер 8. Заметить его можно на Ленино-Московской, Воровского и других улицах. Стекла троллейбуса украшены большими фотографиями сцен из известных фильмов. ВТП рассказали, что создал всю эту красоту водитель Юрий Дашков. В соцсетях кировчане уже начали бурно обсуждать новогодний маршрут. Многие сошлись во мнении, что поездка на таком троллейбусе создает новогоднее праздничное настроение. ВТП не исключает, что в скором времени подобных машин в Кирове на маршрутах станет больше. Каждый троллейбус у нас регулярно на все тематические праздники, на 9 мая, на День города. И вот сейчас на Новый год украшает водитель. Водитель Дашков Юрий Вячеславович. Понятно, что это делается с нашего разрешения. Мы ему помогаем. Примерно за неделю до Нового года будет еще звуковое сопровождение, как было у нас на 9 мая. Делать новости вместе с нами теперь еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события и у вас есть видео, присылайте его к нам на WhatsApp или Telegram, номер на ваших экранах. Мы используем это видео в наших сюжетах, обсудим и попытаемся решить проблему. А сейчас смотрите новости бизнеса. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Чего остро не хватает сейчас, в период пандемии? Конечно же, живого общения. Особенно, когда человек далеко в другом городе или на самоизоляции. Услышать его так, будто он рядом и дистанционно передать эмоции, кировчанам помогают связисты. Алло, привет. Как ты? Как дела у тебя? Как хорошо? Все замечательно. Как меня слышно? Превосходно. Будьте бы рядышком. Такое преимущество дает технология ВОЛТЕ. Именно ее внедрили инженеры Мегафона. До этого нельзя было одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом. Теперь звонки проходят в сети 4G. А соединение с интернетом не прекращается. Высокая скорость, четкий звук. Новая технология уже доступна жителям Кировской области. Теперь наши клиенты могут общаться по телефону с кристально чистым звуком. И что самое ценное в период социальной дистанции – комфортно заменять живое общение цифровым. Еще один плюс – новая технология позволяет существенно экономить заряд батареи. Диалог устанавливается быстрее, потому что не требуется перехода в другие сети 2G или 3G. Это и экономит энергию телефона. ВОЛТЕ поддерживает большинство смартфонов. Включить ее можно в настройках гаджета. В Мегафоне отмечают клиенты уже активно звонят в сети 4G. Трафик растет. Сами кировчане говорят – голос теперь более естественный и четкий. Сейчас заметил ощутимую разницу, что голос стал более четким. Нет посторонних шумов во время разговора. То есть заметно, что стала лучше связь. Звоню сейчас намного чаще, чем обычно. Связь стала лучше, чище. Одновременно разговаривать по телефону с более высоким качеством, проверять почту или быстро загружать видео – сегодня реальность. Ее могут оценить не только жители крупных городов, но и небольших сел и деревень Вятки. Инженеры Мегафона уже обеспечили сетью 4G и в ОЛТЕ более 92% жителей региона. Субтитры создавал DimaTorzok